Лабрадор Джесси резвится на площадке для выгула собак в Новопавловской роще. Снаряда она пока покорять не умеет, поэтому просто бегает за мячиком. Но хотя бы есть где бегать, говорит хозяин собаки Сергей. Раньше не было и такой площадки. Мы гуляли здесь же, но у нас таких условий конечно не было. Сейчас можно отпускать свободно, не бояться, что дети там прибегут. Площадка для выгула собак появилась в Новопавловской роще в этом году. В рамках первого этапа благоустройства. У нас теперь лавочки комфортабельные, очень. Две детские площадки, то есть для маленьких детей и для детей постарше. Потом вот эту спортивную площадку нам огородили уже конструкцией конкретной. То есть ее невозможно сломать. Ну вот выгул для собак вы видели. Цена у нас новая там побольше детей может собрать и мягкое покрытие, и видеонаблюдение. Новопавловскую рощу как объект для благоустройства выбрали сами рязанцы. Рейтинговое голосование проходит каждый год. В 2022-м выбрали территорию Новопавловской. Зеленую зону благоустроили по программе «Комфортная городская среда», нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году очень много с жителями обсуждали именно сам эскиз, дизайн проекта благоустройства. Все пожелания были включены. Общее финансирование проекта составило порядка 25 миллионов рублей. Подрядная организация приступила к работам уже с апреля. Контракт был заключен до 16 августа. Тем не менее, сдали мы его почти на два месяца раньше контракта. Принимали парк вместе. И тосы, и жители ближайших домов. Теперь рязанцы гуляют по новому асфальтову и тротуару. Покрытие это уложено на площади около полутора тысяч квадратных метров. Вокруг дорожек установлено 49 новых фонарей и новая сцена, на которой запланирован праздник, посвященный завершению благоустройства и Дню города. Проходили у нас субботники. Здесь ежегодно большие субботники проходили совместно с администрацией, совместно с тосами, с жителями. Здесь эту территорию парка объединяет сразу несколько тосов. Они достаточно активны в нашем городе. Проводят здесь и праздники, здесь и прекрасная сцена установлена. В будущем у нас здесь будут праздники и Дни соседей, и Дни тос. Уже есть планы на второй этап благоустройства. Это работы на Новопавловском пруду. Концепция разработана на весь парк, говорят под администрацией. Но пока говорить о самих работах рано. В этом году на голосовании по нацпроекту в лидера выбилась площадь победы. Но жители готовы отдать свои голоса за Новопавловскую в следующем году, чтобы парк, что называется, задышал полной грудью.